Росвен янтарный, он же жемчуг запорожский, столовый сорт раннего срока созревания. К сожалению, в этом году у нас не очень хорошо опылился, поэтому гроздочки такие, может быть, не сильно впечатляющие, но... И смотрите, он закладывать может раз, два, три, четыре, здесь я правда оторвала гроздочку уже часть, по четыре грозди на побег. Не очень опылилась, значит, просто можно не нормировать. Срок созревания у него ультра ранний, его можно было есть уже в первой декаде августа, при этом немаловажная особенность, он может долго и хорошо висеть на кусте. Вот здесь лучше видно, и со временем ягода из такой вот молочной начинает превращаться вот в такую вот, действительно, янтарную, вплоть до совсем коричневой. При этом вот эта вот ягода большая, зеленая, чтобы вас не смущало ничего, это ягода сладкая и вкусная, ее можно уже кушать. Вкус приятный, сладкий, но что тоже немаловажно, даже вот эти ягоды, которые уже идут как бы так в сильное созревание, скажем так, в перезревание, и даже если мы оставим еще его повезти в сеть на 2-3 недели, ягоды станут вообще почти коричневые, они не станут приторно-сладкие. То есть, все равно сладость, она очень мягкая и приятная. А вот кислоты в нем нет совсем, но повторюсь, что ягода не становится приторной. Также хочется отметить целость ягод после дождей. Почти 4 дня лил дождь, ягода созревшая, тем не менее, прекрасно сохраняется, не трещит, осы не едят. Лоза у русвена вызревают хорошо, и интересная особенность наблюдения этого года, правда, не на моем участке, но у знакомого в Минском районе русвен остался в этой зимой просто на шпалере. Не то, что не укрыт, но даже не опущен на землю. Хорошо перезимовал, зима у нас в этом году была суровая, и мало того, еще и дает хороший урожай. Ну, конечно, надо помнить, что зимостойкость лоз очень сильно зависит от ухода за ними и от участка, на котором они произрастают. Ну, в целом, ввиду своей неприхотливости, я бы сказала, что русвен янтарный – это замечательнейший сорт для начинающих виноградарей. Русвен янтарный – кустик молодой, это его второе плодоношение, но, к сожалению, видите, грозди не совсем красивые, плохо опылились ввиду неважных погодных условий. По цвету переход ягоды, вот такого молочно-белого, не просто так назвали его, янтарный переход в такой красивый янтарный цвет. Ягода сладкая, без кислинки, но при этом она не приторная, очень приятная на вкус. Ну, вот здесь ягодки такие покрасивее, покрупнее, вот по сравнению с моей рукой. То есть, в принципе, может давать вполне хороший и достойный урожай. По срокам созревания в прошлом году он был полностью готов, хотя это было его первое плодоношение, сигнальная грузь, 22 августа. В этом году чуть-чуть с опозданием, ну, по этому году вообще сложно чего-то судить. Исходя вот из этих двух лет, его срок это 3-4 неделя августа. При нормальных погодных условиях в Минской области он уже будет полностью готов. Продолжение следует...